Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Итак, в этом видео хочу вам рассказать про свой мотошлем, который я купил еще в прошлом сезоне. То есть я тогда сразу не хотел делать никаких обзоров на тему этого мотошлема, потому что надо было с ним покататься, испытать и уже потом про него рассказывать. Кстати, вот недавно наклеил наклеечки вот такие прикольные с названием своего канала. Такие же будут еще на мотоцикле потом наклеены, но это когда будет потеплее, потому что их надо клеить при температуре плюс 10 градусов, не меньше, и чтобы они сутки потом находились в тепле, не подвергались никаким воздействиям, там, внешним я имею ввиду, там, погода или дождь, снег и так далее. Поэтому придется немножко подождать. Ну, а что касается данного шлема, почему именно его я взял? Я, честно, сразу, ну, у меня не было плана брать именно Шой GT Air 2. Я пришел в магазин и начал мерить сначала относительно недорогие модели шлемов, но они мне почему-то все как-то не подходили на мою голову. То где-то вот здесь давит, то в затылке, то еще где-нибудь. Но не было такого, чтобы я мог сказать, вау, это мой шлем. Я специально на цены не смотрел. То есть, ну, я просил продавца-консультанта, чтобы он мне так, ну, сначала недорогие, потом выше, выше. И в итоге, когда я одел этот Шой GT Air 2, то есть я еще не знал, сколько он стоит, я его просто одел, и он просто сел идеально на мою голову. То есть мне было в нем комфортно, он сидел плотно, то есть как должен сидеть нормальный шлем. Поэтому я сказал, все, это мой шлем. Ну, когда я посмотрел цену в 500 евро, ну, ладно, думаю, что теперь делать. Потому что если в долгую ехать, то должно быть все равно какой-то минимальный комфорт. Если, конечно, там 10-20 минут прохватить где-нибудь там до кафешки, то, может быть, можно обойтись каким-нибудь менее удобным шлемом. Но я для себя подумал, нет, я лучше переплачу, но куплю нормальный, качественный шлем. Еще меня подкупило в этом шлеме, что здесь уже есть сразу место, куда можно вставлять, интегрировать гарнитуру сена. Вот, видите, то есть получается сейчас она здесь присутствует. Вот я ее могу включить, видите, вот она, лампочка загорелась. Сейчас она там инициализируется и включается. Это очень удобно. То есть не надо городить что-то там дополнительно, какие-то прибамбасы сюда, которые будут торчать и нарушать аэродинамику, которые вы можете случайно, наверное, там как-нибудь задеть неаккуратно. Ну, в общем, мне эстетически понравилось, что здесь это можно все действительно четко интегрировать непосредственно в сам шлем. Это очень удобно, это не бросается в глаза, не выглядит, ну, сами понимаете, да. Опять же, это все на любителя. Ну, говорю, основная фишка была, основная причина, почему я его взял, это то, что он был для меня очень удобен. Опять же, кому-то он может быть и может быть неудобен. Вообще, любой шлем надо все-таки примерять. Потому что онлайн покупать я бы не рекомендовал. Или придите в магазин офлайн, померьте, найдите свою модель, а потом закажите где-нибудь в онлайне. На то дело пошло. Также этот шлем оснащен пинлоком. Это такой, как бы, дополнительный, такая штука, которая вставляется на визор. Ну, я думаю, все знают, что такое пинлок. Получается такой некий стеклопакет на стекле, который, ну, предотвращает запотевание визора. Хотя, если ехать в прохладную погоду, ну, скажем, близко к нулю, то, несмотря на пинлок, частично он может тоже запотеть. Да. Еще, знаете, какой нюанс при покупке? Может, вы так же сталкивались с этим и не знаете, что делать? Я вам сейчас подскажу. Мне он сквозил, то есть задувал воздух вот снизу визора. Я сначала думал, ну, это, наверное, так и должно быть. А потом, ну, я поспрашивал людей, что, ну, мне говорят, не должно быть. И я был в Луисе как-то, а у меня сено навернулось по гарантии. И между делом я спросил, говорю, что за фигня, говорю, почему сифонит так? Оказывается, вот здесь, вот здесь сбоку, и здесь есть два винта с каждой стороны. Эти винты можно ослабить, настроить визор, то есть, чтобы он плотно прилегал непосредственно к резинке, а потом эти винты подтянуть. На некоторых шлемах там уже изначально предусмотрены регулировочные винты, и это очень классно. Здесь, ну, надо, как бы, ослабил, настроил, подзатянул, смотришь, как оно. В общем, настроить можно. Я настроил, сейчас ничего не сквозит. Давайте теперь, что касается шумности. Он очень шумный. Это, в принципе, туринговый шлем. Это не для спорта, это больше для туринга. Поэтому больших скоростей, как бы, на нем, наверное, ну, ну, когда проектировали его, не рассчитывали, что на нем будут летать на треке, там, 200-300 километров в час. Но все равно он шумный. То есть, до 100 километров еще как-то более-менее нормально. А если долго едешь, даже 130, то, ну, устает, начинает болеть голова. Я купил себе специальные беруши в Луисе. Надо было взять, есть туринговые беруши, есть рейсинг. Я взял себе рейсинг. Но они прям сильно заглушают, что ты, когда в этих берушах, ты вообще ничего не слышишь. То есть, ты не слышишь, что вокруг тебя происходит. То есть, они очень сильно глушат. Наверное, все-таки надо будет купить рейсинговые. То есть, чтобы немножко слышать вообще окружающий мир, что проходит, происходит вокруг тебя. Иначе ты просто начинаешь газовать, и ты не слышишь звук от двигателя. Это неудобно. Хотя, знаете, если в долгу, вот, ты выехал на автобан, воткнул беруши, и знаешь, что ты будешь долго ехать сейчас по прямой, тогда, может быть, ну, да, имеет смысл. Ты едешь в тишине, наслаждаешься. Ну, это по прямой. А в городе, то тебе же надо все равно слышать окружающие машины, там, кто-то, кто-то посигналит. Ну, в общем, беруши так себе вариант. Что еще? Ну, естественно, еще хотел сказать, что у него вот эта вся внутрянка, она вынимается очень легко. Ее можно стирать, чистить. То есть, полностью всю. Да. Что касается вентиляции. Вентиляция у него очень хорошая. То есть, едешь, когда, допустим, здесь сверху открывается, и на бороде. То есть, когда ты открываешь на бороде, у тебя прям по визору дует. Ты прям чувствуешь, если холодно, допустим, на улице, ты прям чувствуешь холодок, как идет по визору, продувает четко. И голову, если открыть вот эту верхнюю, вот эту вот сверху штуку, то прям чувствуется, как идет холодок по воздуху, по голове. Это тоже очень хорошо, особенно в жару. Что касается обзорности, я бы сказал следующее. Для спортухи я бы его не рекомендовал. Даже вот у меня, Honda CBR 650, 19-го года, ну, модель 19-го года, я имею в виду. А у нее посадка как бы нормальная такая, компромисс между спортом и дорожником. Но все равно мне на автобане, скажем, когда все равно ты на автобане, как бы, ну, хочешь не хочешь, а ускоряешься. И немножко пригибаешься, как по спортивному. Потому что так удобнее на скорости, по крайней мере. И я замечаю, что мне не хватает обзорности поверху. То есть приходится выгибать сильно шею. И если в долгую, то это будет очень сильно напрягать. Но так как я не езжу в долгую быстро, так иногда бывает разогнаться там до 180, там бывает даже до 200. Ну, это уже реально прямая дорога, утром рано и никаких машин нету, что ты можешь спокойно не задумываться. Но все равно это напрягает постоянно вот так вот выгибать шею. Поэтому мне бы хотелось, чтобы немножко обзорности у него сверху было побольше. Что касается обзорности сбоку, то тут как бы все нормально. Мне хватает. Но, опять же, ребят, это туринговый, туринговый шлем в первую очередь. Поэтому на спартухе, если его юзать, ну и сильно много не ожидайте. Опять же, я говорю, это будет шуметь сильно, в долгу если. И не хватает обзора поверху. А в остальном шлем, в принципе, идеальный. Что касается веса, ну, в принципе, я сейчас не помню, сколько он весит. Ну, не напрягает меня, по крайней мере. Конечно, может быть, если бы он был полегче, карбоновый какой-нибудь, это бы, наверное, было бы круче. Ну, это мой, так скажем, первый основной шлем. Такой, такого качества, ну, я не знаю, мне хватает. У меня еще до этого на скутере был другой шлем. Но тот шлем, он не мой размер был. Это я его изначально взял, тогда еще 7 лет назад, когда-то он был мне большоватый. Ну, для скутера мне было очень удобно на нем его одевать, снимать. Как бы больших скоростей на скутере там не предвиделось. Поэтому мне его хватало. Так что, ну, что еще можно сказать об этом шлеме? Да. В принципе, все, что я хотел про него сказать, я вам сейчас рассказал. Если есть какие-то еще вопросы. А, еще забыл упомянуть, что здесь есть солнцезащитные очки. Они как бы, как бы помогают и как бы не особо. Знаете, если есть, если вы когда-нибудь носили поляризованные очки с поляризованным покрытием. Они как бы убирают свет, но они не искажают картинку, скажем так. Как бы это объяснить. То есть вы видите, вот вы едете и вам слепит солнце. Когда очки поляризованы, вы видите предметы четко, то есть экспозиция, скажем, вот как в фотоаппарате нормальная. Нету резких контрастов. Потому что она там как-то отфильтровывает по-умному. А когда вот дешманские какие-нибудь очки, просто цветной пластикой, когда вам светит лицо солнца, то получается все равно, вам по глазам меньше бьет свет, но предметы вы видите с таким высоким контрастом. То есть какие-то более, ну, силуэты что ли. Поэтому эти очки, ну, они спасают снять напряжение с глаз. Но прям чтобы улучшить видимость, когда вы едете против света, ну, я бы не сказал, что прям очень уж хорошо. Я лучше одену нормальные очки, чем вот эти, чем вот это сон, ну, защитные. Это удобно, когда вы там едете в облачную погоду, скажем, и время от времени выходит там солнце. Вы не будете там очки постоянно снимать. Одевать тут раз, быстренько включил, так скажем, эти очки и вроде как нормально. А в остальном, я не знаю, я, может, даже думал их снять когда-нибудь. Хотя, в принципе, зачем их снимать, они не мешают. Ладно. Вот сейчас, я думаю, все, что я хотел сказать, я уже сказал про этот шлем. Естественно, если у вас какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Делитесь своим опытом также в комментариях. Да. Ну, а с вами был Вилли, канал Мотохайкер. Увидимся. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok